Во-первых, убили не всех, да? Да, во-первых, убили не всех. Изиновая копия, это чтобы не портить человека. И ты должен быть достаточно куртуазин. Как это может быть куртуазин с таким монгольским лицом? Сделаю массовые бои великими опять. Подожди, подожди, у меня просто какой-то катарсизм. Блин, это же ответ на всех. Давайте, что-то стрельнуло и оторвало тебе башню нахрен. И мы начинаем. Салют, друзья, меня зовут Максим Юн. Финерир, подожди. Меня зовут Максим Юн. Это канал, где мы говорим про ЭСБ. Сегодня мы в гостях у Алексея Брюнайдрова. Леша, вот в эту камеру. Ты таблетки выпил сколько на сайте? Конечно. Сколько было, все выпил. В общем, сегодня мы пришли к тебе в гости. Да. Закончились реконы, всякие там подготовки к нему. Турниры можно, ну, снег выпал. Можно, конечно, посидеть, просто поразговаривать. А, реконы уже закончились? Реконы закончились. Можно просто посидеть и поразговаривать, повспоминать былое. И я решил с тобой поговорить на вот такую тему. Недавно услышал, что, ну, такое мнение, что раньше в больших бугуртах все было вообще по-другому. Мне даже сказали, что оказывается, раньше в бугуртах можно было вставать. И то есть сейчас-то как? Так, упал. И все, не дерешься. Раньше можно было упал, встал, упал, встал, упал, встал. Я такого, кстати, не помню. И поэтому я хотел с тобой поговорить. Давай попробуем просто с тобой побеседовать об эволюции больших бугуртов. Не пятерок вот этих там, а именно вот больших бугуртов. Тем более у нас на последней битвенации были реально большие бугурты 150 на 150. Мне очень нравится, что каждому, кто поучаствовал в 150 на 150, давали бирочку. 150 на 150 сурвайвору. Да, да, там нельзя было выиграть, там можно было выжить. Сурвайвор. Это очень смешно. Я сегодня пересматривал вот эти бои. Ну, 150 на 150. Как ты считаешь? Это похоже на то, что было в период до битвенации? Но периоды бывали разные. Были периоды, когда были колющие, были периоды, когда колющих уже не было. Поэтому можно разделить бугурт на два вида – до Дмитровского штурма и после. Ну, то есть, пока еще можно было колоть. Пока можно было и все умели колоть. Пока можно было делать вообще все. Да, было очень классно. И вот. Вот тогда мы, кстати, можем давать бирочки выжившим, а сейчас как-то давать бирочки. Ты сейчас помнил, про Дмитровский штурм была популярна футболка. Я пережил Дмитровский штурм 2008 года. Вот. Хорошо, давай тогда просто расскажем. Не важно. Да, он лайк. А что расскажем? Пытливым зрителям, в чем были принципиальные отличия больших бугуртов тогда и сейчас? И давай сразу договоримся. Мы 30 на 30 считаем большим бугуртом? Да, это такое уже оставшееся из всех. Давайте начнем вначале с простого. Что такое большие бугурты? Вот раньше как были бугурты? Приезжает твой клуб, например. У тебя в клубе 15 человек. И приезжают твои условно друзья кореша. Их 20 человек. И вот у вас вместе, как не трудно догадаться, 50 человек. А с другой стороны приезжает кореша… Ты же сказал 15 и 20. Черт! Черт! Не все таблетки. Таблетки не начали действовать. Короче. Вот у вас 35 человек. Да. А с другой стороны, например, приехало 100 других корешей. И вот так и будет. С одной стороны 100 корешей, а с другой стороны 15 и 20. Понимаете, да? Поэтому бугурты были… Выглядели примерно так. То есть, они были в основном по коалициям и по кто кому друг. А вот эту всю тему, чтобы до какого-то псевдоравенства добавляли всякими разменными клубами, которые в военном плане обычно ничего не представляли, поэтому с ними никто не дружил. Их добавляли то на одну, то на вторую сторону. Обычно на ту сторону, где, естественно, людей поменьше. Они никак не решали. Это были такие люди-кегли. Они умирали. Их лучше было ставить в центр строя, потому что, умирая там, они создавали прекрасные завалы, из-за которых можно было бить и колоть алибардами. И они хоть так помогали. А какие самые большие бугурты, в которых ты участвовал? Самый большой бугурт, в которых я участвовал, это было 200 на 200, 3 схода в Выборге, да. И, честно говоря, я очень устал. Это было чудовищное по энергозатратам мероприятие. В каком году это было? Потому что в году, по-моему, в 2006 или в 2006, да, по-моему, в 2005 или 2006, точно не помню. Ну, по-моему, в 2005. И тогда уже делились. То есть, тогда реально считали 200 человек с одной стороны, 200 с другой. Тогда была попытка вести хоть какие-то правила, хотя бы джентльменские на тему количества. Вот. Соответственно, было три схода. Эти три схода продолжались вместе с дележкой 2 часа. Но чуть не сдохли. Это было очень тяжело. Да, я сейчас пересматривал 150 на 150, там первый бой завел 15 минут, второй как-то побыстрее, 8 минут. Ну, потому что люди перестают сейвиться, начинают уже работать, понимают, что отстояться все равно не получится. То есть, ты тебя дойдут и все равно тебя убьют. Ну, и как бы ты в итоге не получаешь никакого кайфа. Ты постоял, да, правильно? Ну, ты говоришь еще, что это был Выборгский замок, там же тесно очень. И то есть, там делал очень много рядов, и пока первый... Было рядов 16 с каждой стороны. То есть, первый пока дерутся, последний еще могли шлема не надеть. Нет, 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 все одевали шлема одновременно, но просто пока дрались первые, вторые, третьи, люди менялись, подходила ротация. Там строение немножко поролавливали, и там были применены хоть какие-то правила. То есть, там, если человек, например, падал или получал такую травму в средней тяжести, то все это останавливалось, и человека забирали, да. Вот. Тогда уже были уколы? Да, так тогда уже были давно уколы. То есть, тогда еще были уколы? Да, да, уколы закончились после Дмитровского штурма. Потому что я участвовал в бугуртах как раз года седьмого, и на самом деле Дмитровский штурм это было мое первое и последнее мероприятие с уколами. Ну, Дмитровский штурм это был как бы апофеоз всего этого движения с уколами, поэтому он был максимально драматичен и, так сказать, эффективен. А после него все уже все захотели жить долго и счастливо, и отмели уколы. Хотя, я считаю, это был... Ты считаешь как? Наличие уколов, вот оно принципиально меняет? Да, абсолютно меняет все. Как оно было? Как оно было? Да, да, да. Как это, драться с уколами? Да. Ну, смотрите, вот представьте, что нет борьбы, что люди в основном пытаются фехтовать оружием, то есть они пытаются носить удары и уколы оружием, потому что борьба неэффективна. Ты не можешь сблизиться на такую дистанцию к человеку, чтобы сделать прием, потому что ты подходишь на метр и тут же его товарищ колет тебя мечом в бок или алебардой куда-нибудь в грудь или в ногу или в зад, извините за подробности. И ты просто не можешь делать борцовский прием, потому что ты насажен на какую-то железную палку. Вот, ну, кроме того, что доспехи, естественно, спасали, они были из двойки. Из двойки были доспехи. Например, бригантина была из двойки, потому что если бы бригантина из чего-то более тоненького, то она просто прокалывалась. А здесь тебя бьют, тебя как бы отшвыривает в этом всем обратно. То есть ты мог просто упасть от укола, например, от тычка, от тебя тыкают, и ты падаешь. То есть тогда доспехи, хочешь сказать, что они были лучше? Или они были тяжелее? Они были тяжелее и лучше, да. Они были более рассчитаны на укол. Сейчас доспехи не рассчитаны на укол. Например, мелкопластинчатые бригантины, которые все любят, типа... Вымблдон. Вымблдон, да. Они не защищают уколы. Ты же сам в хатанге дрался, которая была мелкопластинчатая. Максим, у меня под хатангой была стегонка вот такой толщины, вот такой толщины. Она весила 12 килограмм. Стегонка 12 килограмм весила. Поэтому при попадании пластины гнулись, но стегонка там держала внутри. Нет, это были толстые ватники. А ты помнишь, что я был халат один и нахлёст еще сверху. Сколько у тебя там получилось? Вот столько где-то. Поэтому ты и жил. Смотри, мне просто... Сейчас я размышлял, мне показалось, что... Ну, я застал уже после уколов. После отмены уколов. Что в тот период бугурты были все равно другие. Потому что тогда качество снаряжения было хуже. И люди от ударов больше падали, чем сейчас. Да, но... Потому что... Сейчас загружу мысли. Потому что смотрим битву наций. Там просто идет вот эта вот не переставая рубка. Но люди от ударов падают не так часто. То есть там есть, конечно, как ты круто убил двух людей из Англии. Двумя ударами подряд. Так, потому что я же был в тех бугурту, где были колледжи. Но в основном-то... Но в основном сейчас доспехи держат лучше удары. Нет. Давайте мы не так, не с того угла зайдем. Очень круто, да. Ты прав, доспехи держат лучше. Просто такие доспехи, как сейчас, не могли себе люди позволить массово. То есть были доспехи, но, например, я помню, как выходит человек, у него на корпусе одета бригантина. Здесь вот такие вот наплеснички. Вот прям вот такие вот, чуть-чуть. Никакого на бицепс, локоть. Чуть больше про реконструкцию. То есть у него нет ничего лишнего. Нет понжи, например. У него какие-то на коленях такие чашечки одеты смерти. То есть, ну и как бы человек вполне мог драться. Почему? Потому что бой был более дистанционным. То есть ты рассчитывал на 2-1,5 метра между твоим соперником. Естественно, ты мог успеть ткнуть, успеть уйти. У тебя был большой щит, в первую очередь, чтобы тебя не закололи насмерть. Никаких вот этих маленьких торчей не было. Были только люди с огромными щитами, потому что они спасались от колющих. Держали строй более плотно. Ну, короче, было другое взаимодействие с заколющих. Поэтому тебе приходилось спрятать голову под щит, когда тебя кололи в лицо, естественно. Колоть как бы в лицо было нельзя, но вы же понимаете, что это сходит. Нет-нет, да опасность было. Да, поэтому ты должен уметь был защититься от этого. Прямо под щит, прятал голову и тебя по шлему это все заскальзывало и так далее. То есть на самом деле я не могу сказать, что было хуже или лучше. Было по-другому. Сейчас почему люди не падают? Два фактора. Железки очень хорошие. И второй фактор – люди-спортсмены. Люди стали сильными. В этом движении раньше было как? Там было 3,5 спортсмена на 100 человек. Из-за этого, как сказать, это и выглядело примерно так, как я описываю. То есть люди могли упасть просто под тяжесть своих доспехов, когда ты не спортсмен, и на тебя одето 50 с лишним килограмм. 50 с лишним. Мы же когда начинали только ездить, соответственно, во всякие пятерки, мы просто ради интереса взвешивали доспехи. Допустим, нам предстоял перелет на самолете. И нам нужно было понять, сколько весит эти доспехи. Сколько нам нужно доплатить за перевес. И вот мы с БСС вешивали, и там было 55 килограмм, например. 55! 55 килограмм весит доспех. Ну, я помню, что тогда еще было нормально надевать кольчугу. На нее сверху какой-нибудь панцирь. Ну, если не всю кольчугу, то хотя бы какую-то маечку, чтобы подмышки были защищены. Обычно всю, максимум. Ну, бывало, что просто люди нашивали какие-то элементы на стегунку. А вот можно ли предсказать, что тогда хоть люди в целом были как спортсмены менее развиты, то есть менее атлетичны, но больше внимания уделялось именно командному взаимодействию? Слушай, было и то, и то. И то, и то было. Люди были, как ты помнишь, Слава Сафронов. Он восхитительный спортсмен, человек, который дрался не хуже Мандулая. Более того, иногда лучше дрался, чем Мандулая. Прости, Юра, пожалуйста. Я не помню, какого. Вот, ну ты отмазался, молодец. Короче, были люди, которые все равно были спортивные, и они могли действовать как в одиночку, так и в строю. Но просто было понятно, что какой бы ты ни был герой, прыгать на строй, который колет, это бессмысленно. Ты просто попадаешь в мясорубку. Поэтому ты мог действовать, не знаю, в заградительном отряде, в отряде забегающем, я не знаю, поддерживать фланги при атаке. Но одному прыгать на строй ты не мог. То есть, как сейчас герой разбегается, вбегает куда-то там в строй, начинает бегать. Но сейчас в теории можно поймать вот этот вот рассинхрон между алимардами и пройти через чужой строй. Тогда ты, по сути, как я представляю, ты бежал просто, направлен на тебя пику и бежать, но не хотел. Три направлен на тебя пить, как минимум. По уровню, да? И, то есть, тогда была бы боль, вот, молит строевая война. То есть, вот эти коробки могли вонзаться очень долго. Я могу сказать, что не хватало только арбалетов. Так вообще все было. Причем, это было довольно жестко, и я бы не сказал, что это было как-то вяло, или там медленность этих доспехов. Нет. Было все довольно бодро и очень неприятно. А если бы это, ну, если бы говорить о войне в поле, то есть, вне каких-то какого-то реставища, вне стен Дуборского замка. Ну как, смотри, опять-таки. Фланговые обходы, маневрирование. Да, да, было такое построение, как колонна, например. Вот у тебя идет строй, у тебя идет две колонны, например. Что такое колонна? У тебя в первом ряду люди со щитами, и по флангу немного алибардистов стоит. За втором ряду люди с алибардами, которые через этих щитников бьют и колят. А по флангу... Причем щиты огромные. Да, по флангу у тебя стоят. По флангу вот в длину этой колонны, в глубину, да, стоят люди со щитами алибардами. У нее нет практически слабых мест у этой колонны. То есть, ты забегаешь во фронт, ты попадаешь в огромную, многошланированную оборону. Ты сбегаешь сбоку, там тоже ты попадаешь фактически в боковой фронт. То есть, атаковать такое построение, опять-таки, маленьким отрядом практически невозможно. То есть, ты должен иметь такой же отряд. Поэтому такими колоннами были даже разнообразные маневры. Вот если ты помнишь, мы ездили в Псков в 2006 году. Не знаю, ездил ты, нет? В Псков в 2006 году мы ездили, и там был момент, когда мы дрались против крестоносцев разнообразных. Разнообразных минских крестоносцев, людей с плюсиками. Их было там много. Вот. Минская командория. Там было все. Их было очень много. Их было около... Не буду сейчас в районе... Было очень много, я помню. Не меньше, не меньше 70 человек. То есть, вообще, на тот период они были одним из крупнейших клубов вообще в СНГ. Да, они были сильнейших клубов и сильнейших, и по количеству мощнейших. И вот там был момент, наша колонна прошла левый фланг, и вот теперь вдумайтесь, все вот эти наши 50 человек развернулись направо, и вот такой уже строй прошли направо. То есть, это было взаимодействие. Ну, невозможно же это вот без тренировок, конечно. Без долгих тренировок. Без долгих тренировок. Конечно, конечно. А маленькие клубы. Ну, и еще важный момент, Максим, понимаешь, у тебя, как я уже говорил, не возникает желания прыгнуть одному настрой, поэтому ты просто должен делать, что и делают другие. Иначе ты останешься один человек, а ты все уже, ты один, бесполезен, к сожалению. Ну, существовал еще какой-то небольшой закрат отряд, штурмотряд. Конечно. Который был как раз для отсечения вот этих идиотов, которые пытаются накинуться с боков. Или который прыгает на острие атаки. Все-таки разрывает строй. Да. Вместе со всеми. Поэтому, конечно, естественно, строевая война, это строевая война, это было очень круто. И я могу сказать, что люди, которые никогда в ней не участвовали в колледже, могу сказать, на самом деле, ничего такого в этом нет. Мы все были, у нас были открытые рожи практически у всех. То есть, там была вот какая-нибудь такая защита лица вот такой в виде, а вот здесь голенькие глазки. Просто быстрее закрываться нужно было? Ну, вообще-то, да. То есть, тогда шлема были просто более реконструкторские, половина дралась в шапелях. То есть, не было, как сейчас, под кольчугой, под бармицу у тебя наваренная какая-то маска. Нет, было все наварено, просто оно было для колющих недостаточно наварено, вот так скажем. То есть, засчитывала примерно такая, как сейчас. Как сейчас мы используем решетки, как сейчас мы используем пацинец с наносником. У нас тоже было все наварено. Я помню людей просто в шапеле с бивером. Это тоже были настоящие герои, я согласен. Но все равно, в основной массе, если ты этим занимался долго, у тебя было все закрыто. То есть, можешь сказать, что, в общем-то, с уколами было не более опасно, чем сейчас? Нет, не более. Я более того скажу, было по-другому. То есть, было, на мой взгляд, более исторично. Ну, с этим не поспоришь. Ну, абсолютно точно. Например, точно так же рыцарь, когда в полных доспехах, вот как мы сейчас представляем себе, тяжело закованного человека, который занимается СБ, у которого прям все закрыто, нет щелей. Они точно так же врывались в наши строи, там шуровали, пытались в одиночку выжить. Но, как мы говорили, такие люди могут удовлетворить двух или трех людей одновременно. То есть, мы их прям втроем били алебардами, а они умирали. То есть, ничего не поменялось с тех пор. Сейчас точно так же. Но сейчас, конечно, убить такого человека сложнее, потому что, еще раз говорю, это спортсмен. А тогда это был просто человек, у которого хороший доспех. И таких людей было много. Сейчас, когда мы смотрим на бои 30 на 30 или больше, да, то есть, так как мы все сражаемся в рамках аресталищ, у нас практически нет фланговых обходов. Ну, это просто технически сложно. То есть, у нас в основном такая война двух линий. Да. Сейчас легче. Сейчас легче? Да, конечно. Потому что не нужно маневрировать. Ну, смотри. Вот у тебя поле. Допустим, у тебя всего 40 человек. И у противника 40 человек. Все примерно одного вида. То есть, все могут, там, не знаю, кто-то может бегать, кто-то не может. Кто-то большой, кто-то маленький. Кто-то бьет алебардой, кто-то не бьет алебардой. У тебя вот примерно одинаковый состав с одной и с другой стороны. Вот поле. Вот как ты построишь свои силы. Если ты выстроишь их в линию и по флангам прикроешь заградительными отрядами, все будет круто, но все будет везде жиденько. Тонкую линию пробивай. Везде будет жиденько, правильно? Да, то есть, линия везде будет пробиваться. Если ты построишь их вот этой колонны, как я говорил, тебе еще нужно будет попытаться этих людей поймать. То есть, твоя колонна идет, она всех убивает, но чтобы вот непосредственно вот этой колонны всех загнать, никак. Поэтому, как изначально строилась, ну, например, пробовали линии, но не в один слой, а там в несколько, в три, в четыре ряда. Она идет, то есть, это уже не такая шаткая линия, но ей просто проще загнать строй. Потом с одной стороны линии, вот строи сходятся не вот так, допустим, а вот так чуть-чуть. То есть, сходятся, и здесь штурмовый отряд бежал вбок. Вот тебе классический фланговый обход. Но было то же самое здесь, а от тебя с этой стороны выбегает вражеский отряд. То есть, такое прям круговое движение получалось. Поэтому, тут кто кого переиграет, чей отряд сильнее, кто там, не знаю, лучше дерется, кто более строй лучше держит и так далее. Поэтому, конечно, было тактически сложнее, в разы. Можно было сделать как? Можно было поставить каких-то псевдосоюзников, которые не очень дерутся, допустим, справа, а самим встать в эту огромную колонну слева. Все видят, что колонна большая, страшная. Ну, естественно, то есть, против нее или ставить такую же колонну, потому что она сейчас просто пройдет, твой строй насквозь. Или, соответственно, от нее убегать. Ну, убегать бесполезно, ты же не убежишь долго. Поэтому было тактически сложнее. Честно говоря, ты сейчас напоминаешь, я вспоминаю и так несколько ретроспективно оглядываюсь. Вообще-то круто это. Это очень круто, конечно. Это то, чего сейчас нет в больших боях вообще. Нет. Потому что... Ну, давай, Максим, мы сейчас это не будем. Потому что, почему нет? 150 на 150 в Сербии. Если посмотрите сверху, там колонны стоят. Ну, там... Колонны? Да нет, там также в итоге, из-за того, что тесно, они выстрелились в две линии. Да, достаточно плотные. Но... Максим, подожди. Ты сейчас берешь... Не было вот этого всего. Ты сейчас... Подожди. Потому что там поле было большое, и людей было очень много. Из-за этого свободных мест между строями не было. А теперь убери эти ограждения, и все то же самое. Ну, нет. И пришлось бы людям бегать вокруг. В смысле, если бы ДКБ. Но... Если бы, да. Потом, начиная с в третьем и в четвертом раунде, помнишь, да, построили в другом направлении. По шее не поставили. Да. Русская сборная в этом уже не участвовала. И там бой закончился за две минуты, потому что никто, никакого строя даже не пытался держать. Ну, так потому что там, с одной стороны, были крутые украинцы, которые умеют драться. А с другой стороны, все остальные, которые думают, что умеют драться. Естественно, они их там делали, что хотели. Представляешь, когда у тебя весь строй состоит из одних штурмовых отрядов. Ты можешь там 10 человек направо кинуть, и у тебя уже того фланга нет. А тут 5 человек пока отобьются. Ну, то есть, еще раз говорю, это важно в каком контексте. Что сейчас все спортсмены, слабых людей особенно нет, неподготовленных тоже нет. То есть, практически это все готовые люди. Поэтому сейчас сложно. Но если бы сейчас убрать борт и сделать вот войну без борта, где можно было забегать, то я считаю, что было бы гораздо интереснее иметь в виду вот в огромных номинациях. В том-то дело, я тебя слушаю, и мне тоже кажется, что это было бы куда интереснее. Просто потому, что сейчас практически нет смысла отрабатывать вот эти фланговые обходы. Сейчас поле, есть у него совершенно конкретный размер. Ты устраиваешь конкретную линию, две линии рубятся, и вопрос, чьи бегуны быстрее в нужную дырку заскочат. И кто более стойко стоит. Да, и там кто-то наведет шороху, потому что в 150 на 150, когда люди растянулись от борта до борта, ну, на самом деле тоже там флангового обхода, такого не было, он появился в самом конце, когда уже наша партия, ну, откровенно задоминировала. Дошла до конца, да. Да, дошла до конца, как-то начали закупываться. Но если бы поля не было, и сразу остались коробки... Нет, смотри, ты видел опять только с одной стороны. Вот смотри, наша партия дошла до конца, а в этот момент партия украинцев точно так же уничтожила нашу правую хоруку. Вообще, просто ее практически стерло с лица земли. Поэтому вот тот наш правый, самый правый фланг, самый-самый правый фланг, по сути, смотрите, ничего не изменилось со времен 2006 года. Как я и говорил, все странные клубы, на которых нет надежды, построены в центре. В данном случае клубы заменены на сборные, да? Да, да, да. А всем, кому есть доверие, построены в две колонны слева и справа. То есть это было построение максимально для того, чтобы не получить сюрпризов ни с какой стороны. То есть попрет враг по центру, две колонны атакуют с боков. Попрет враг с одного фланга, это будет видно, и, соответственно, вот этих вот центров можно хоть как туда отправить. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что по сути ничего не поменялось. Просто у людей нет опыта вот этой большой войны. И они как бы это пытались, ну, просто вот нажимом сломать, ну, типа давить и максимально раздавить. Но так же не получается. Ну, плюс там еще и люди, которые видят друг друга первый раз в жизни. Да. И они другой модели поведения не знают, хотя против тех же украинцев, наверное, стоило бы им просто скомпоновать вот эту коробку. Они так и сделали. Да ничего. Они не могли вперед просто продвинуться. Ну, по-моему, они пытались. Я лично бегал за, вот тут справа стояли сербы, англичане, белорусы. Я лично бегал и мы вместе с Киселиусом убегали на фланг. Нет, я сейчас говорю про третий и четвертый раунд, когда поменяли направление боев, да? Получается, по ширине. Да, по ширине. И там украинцы всех разорвали буквально за минуту. Ну, еще раз, это уровень качества бойцов, он другой. Все. Какой бы ты ни был крутой, мега супер. Вот приведу наглядный пример. Последний большой бой без аресталища для меня был в Выборге каком-то там, не помню. Это мы вышли на Выборгские флеши туда, где поле неимоверного размера. И так получилось, что врагов было мало, и мы дали Поттера, Артема Васильева, и еще кого-то в ту команду. И вот мы идем такие, ну, как сказать, жалкой кучкой в четыре человека на фланге. Тут смотрю, пробегает мимо Поттера. Мы так к нему смотрим, он быстро бежит. Мы такие, ну, ладно, мы его все равно не догоним. Он убежал. Сейчас какое-то время смотрю на другом фланге, кричат, он здесь, он здесь. Он толкнул человека и убежал к большому кругу. Такие, да что ж такое. В итоге, когда мы убили всех вот этой стороны, мы не смогли с ним ничего сделать. И он еще как стервятник, и еще кто-то там с ним. Они долго кружили и трепали наш строй, там по одному, по два человека выталкивая. Ну, это было, ничего с ним сделать нельзя. То есть только то, что мы держались кучкой, он не смог нас так. Он был один. А если бы их было человек пять-семь, то было бы очень сложно. Поэтому я к чему, что на самом деле, вот в такой войне, где нет борта и огромное пространство, очень много рулят люди, которые бегают. Это прям неимоверно. При условии, что если все остальные хорошо держат формацию. Конечно, конечно. Я, например, когда хожу, вот я шел в этой колонне на битве наций, я командовал левым флангом нашего воинства. И я могу сказать, что я больше кричал, что делать, чем сам бил. Потому что я вижу, что тут, допустим, центр начинает сминаться. Я кричу там, на центр, на центр, пять человек туда. То есть я больше ходил и болтал, чем дрался. Да, я в итоге подрался, но это было меньшее из того, что я сделал. Так в чем дело? В уколах? В чем дело? В чем дело что? В уколах или в бортах? В бортах и уколах. Ну, смотрите, я скажу сейчас два довода, и за и против. Ну, во-первых, довод за уколы. При современном уровне доспеха ничего человеку уколами вы не сделаете. То есть придется отказаться от доспеха 0,8 толщиной и сделать доспех полтора. Из того же титана полтора. Я имею в виду грудь, да и спину я бы тоже. А спина я так у всех толстая. Соответственно, полтора. Сделать защиту лица более правильную. Сменить решетку на какое-нибудь любое закрытое забрало, которое не позволяет оружию проникнуть сквозь него. Все. На этом, в принципе, подготовительная часть закончена. Ну, а если, может, еще наконечник оружия сделать какой-то закругленный? У нас уже в СБ наконечник оружия выглядит как, простите, фантастический рисунок мальчика семи лет, который вот так вот что-то рисует. Там нет ни одного шипа, ничего. Как шпатель он выглядит. Это, чтобы вы понимали, что раньше колющие были прям почти острым оружием. То сейчас уже этим оружием никого не заколоть. И я вас уверяю, никто никого не заколет. Но добавится некий элемент историчности. То есть, придется убрать маленькие щиты. То есть, маленькие щиты придется использовать, потому что ты стоишь в строю в первом ряду, например, и тебя постоянно тыкают этой штукой, рано или поздно ты все-таки убрешь. Ну, конечно. Да. Ну, то есть, маленький щит оставить для штурмодряда. Да, маленький щит оставить только для отрядов, которые быстро, мобильно перемещаются. А первые ряды и какие-нибудь вспомогательные там, им всем придется носить нормального размера щиты. Хотя бы треугольники вот такие. А лучше ростовые, чтобы треугольник все равно ты будешь ловить. Все что угодно. Главное, чтобы это было удобно. Никто никого не убьет, потому что все уже саботоны, ноги, руки, да все уже сейчас закрыто. Это закрыто лучше, чем было тогда. Единственное, защиту лица, чтобы сделать нормально, все. Ну, забрало нормально. Сделать, отменить решение. И поверьте, ты крючок. Тебе первому нужно. У меня есть, кстати, забрало. У меня есть, забрало. Сделать нормально забрало вместо волчьих ребер. Она мне есть. Ну, вообще-то, вот ты сейчас так говоришь, я думаю, ну, в целом, да, наверное. Смотрите, это добавит зрелищности в разы. То есть, не будет вот такого, что люди сцепились, они что-то там возятся. Подбегает человек, он с дальней дистанции раз ткнул его, допустим. Тот такой, ой, мама, что-то со мной не то. Ну, там, допустим, начинает поворачиваться. Или вот этот клич сразу разводится автоматически. Потому что, когда стоишь неподвижно, и тебя тыкают, это крайне неприятно. Поэтому это сразу все закончится. Ну, то есть, борьбы практически не будет. Исчезут эти коротенькие маленькие топорики дурацкие, которыми никого... Ну, ты имеешь в виду такие полуторные, да? Ну, да. Но они для пятерок хорошие, их массовые байки все равно никто не использует. Почему? Полно людей. Все ходят с этим топориком, как крутые, потому что они его брызли. Он сразу раз в человека и бросил. Например, Евгений Агеев. Он ходит с маленьким топором. Но Евгений Агеев не дерется в первом ряду. Почему? Первый ряду он тоже дерется, все в порядке. Просто, еще раз говорю, придется под новый... Он стоит с этим топориком, ты его раз в живот, и все. То есть, я к чему говорю? Я говорю, к тому, что ничего страшного в этом нет. Что колючий – это нормальная абсолютно тема. Просто нужно понимать, что это серьезно-серьезно разнообразит войну. В общем, смотри. До того, как мы начали с тобой говорить, я был ярый противник уколов. Потому что у меня есть такой... Как ты можешь быть противником того, чего ты не пробовал? Ну, я был на Дмитровском штурме. Ну и что? Я видел некоторые вещи. Но твои аргументы о том, что сейчас уровень доспехов гораздо выше. В принципе, нужно провести некоторую работу над улучшением доспехов. Блин, это было бы интересно. Это было бы как минимум интересно посмотреть на то, как будет выглядеть бой. Давайте как отдельную номинацию. Я бы предложил. Ну, я бы попробовал просто в рамках эксперимента строить... Ну, 150 на 150 нет, наверное, еще. Хотя ладно, на самом деле... Нет, 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 нет. Хотя бы так... Хотя 50 на 50. 50 на 50. 50 храбрецов готовых умереть под уколы противника, это мы найдем. 50 на 50 с уколами, с большими ростовыми счетами. То есть, если нормально подойти к комитету Маршевскому, к тому, чтобы просто к допуску людей, то, наверное, никто не умрет. Потому что все боялись, что все поумирают 150 на 150. Это, конечно, самая нежная номинация. Давайте я так скажу. Смотрите, подойдем проще. Есть латные бои, люди дерутся в латных доспехах. Да. Они колют друг друга прям реально. То есть, вот я сходил специально на тренировку кладникам ради общего развития и интереса. Они реально колют друг друга специально, чтобы прикончить. У них считается укол только акцентированный, только в зону, не защищенный доспехом считается. Подмышку, в руку, там, простите, в ногу. Только этот удар считается... Укол считается результативным. Более того, в некоторых номинациях там считается, что ты не можешь победить, не заколов человек. То есть, ты все равно должен его заколоть. Я поучаствовал в этом всем. Да, мне дали другой шлем, потому что мой шлем открытый. Но я могу сказать ничего такого. Не ужасен. Ничего сверхъестественного. Все нормально. Конечно, это другой взгляд. Это более однобокий взгляд на то, что... А теперь только уколы. Нет, я считаю, что... Я думаю, что это... Идея достоин того, чтобы хотя бы попробовать. Ну, в рамках какой-то экспериментальной номинации, но стоит согласиться с тем, что уровень доспеха должен... Уровень доспеха сейчас у всех хороший. Просто защита Александра Спаса. Начнутся сразу, что вот, это будет так дорого нам это... Что дорого? Делать новые вещи. Но вообще заниматься ЕСБ, в принципе, недешево. И вообще заниматься чем-то всегда стоит денег. И поэтому, если ты хочешь что-то попробовать новое, пожалуйста, не хочешь. Но кто тебя заставляет-то? Да, и в те времена, когда мы занимались, было куча людей, которые говорят, что с колечем? Не, я пропущу, я на маневры. Я же сколько там, год-полтора занимался хемой? А, Максим, извини, еще перебью очень важный момент, скажу. Смотрите, сейчас максимальное двуручное оружие используется по максимальному весу. Почему? Потому что человека нужно именно зарубить. Оглушить. Зарубить, да, чтобы он именно умер от ударов. А с колечем это не обязательно. Вы можете использовать вполне легкие оружия. То есть, там, например, условно говоря, не самых минимальных допусков, ну, потому что это будет тогда адская швейная машинка, может быть, не приносящая результату. А что-нибудь среднего веса, типа, там, кило, там, не знаю, 2 кило, например. Я не знаю, как ты это сделал. Или кило 700. Я не знаю, как ты это сделал, но мне уже кажется, это интересная идея. Максим, да, я просто говорю, что это все не так страшно. То есть, я бы это как минимум попробовал. Да. Даже изнутри. И даже какой-то слабосильный, не очень могучий человек с колющими всегда выиграет, чем без колющих. Ну, про хему я начал. Я отвык. Ты никогда не дрался с уколом один на один. И когда я пришел в хему, они там колют. Черт возьми, это оказалось так интересно. Да, ты же не умер, все. Ну, я не умер, но там оружие другое. Но суть в том, что это реально настолько разнообразно. Конечно. Это совершенно другая дистанция. Делают более разнообразным сам бой. Да. Делают возможным какие-то командные взаимодействия. Возможно, невозможно. Делают более значимое командное взаимодействие. И это просто другой бой, который, наверное, зрителю будет интересен. Да давайте уже отбросим зрителей. Почему мы все стараемся сделать зрителю что-то красивое или прекрасное? Смотрите. Я могу объяснить сразу. Смотри, можно я скажу? Зрителю, мне кажется, прекрасно. Просто мы должны драться хорошо, чтобы зрителю было нравилось это. А если мы пытаемся свою драку подстроить под зрителей, ну, это же бред. Ну, я с тобой в этом вопросе не соглашусь, потому что если мы хотим быть спортом, то спорт, который нужен только участникам и не нужен зрителям, у него нет будущего, если он не олимпийский. Давай сейчас не про зрителя, давай про уколы, потому что... Давай. Ты как-то это ловко сделал, что сейчас я думаю, что это хорошая идея. Потому что у меня в памяти было, что уколы, ну, бои с уколами, это реально какая-то жесть. Ну, ты все правильно объяснил. Дело просто в том, что на тот исторический момент уровень доспехов был хуже. В общем-то и все. Нет, Максим, ты просто, ты видел просто один момент, допустим, Дмитровского штурма. Теперь у меня... Один момент и все, у тебя кровавая плена. Дмитровский штурм на всех убили. Простите. Во-первых, убили не всех, да? Да, во-первых, убили не всех. Во-вторых, тех, кого убили, они известны даже поименно. Это вообще ерунда. А самое главное, я хочу сказать, что там просто участвовали люди, там викинги были голые. Человек в стеганке и шлеме с открытым лицом выбегал, и заметьте, ему проткнули не глаз, ему не выбили челюсть, его не прокололи от уха до уха или от глаза до затылка, а его укололи под мышку. Вот гуманизм и мастерство. Ну, во-первых, человек чувствовал себя не очень после этого хорошо, но... Конечно. Я думаю, что ты сейчас хотел сказать, что допуск был неадекватен. Что бы ты хотел сказать? Я хотел сказать, что на самом деле уровень людей, которые там схлестнулись, был разный очень сильно. И не надо выходить, так сказать, против человека с автоматом, с ножом в чистое поле. Тогда все будет хорошо. Я помню на этом Дмитровском штурме, я дрался с каким-то викингом полуголом, да, он был в таком вот этом... Викингском шлеме. Викингском шлеме без подшлемника, в какой-то такой, знаешь, стеганой кожаной рубахе, которой можно пальцы прогнуть. Я сам как бы дрался, и ты это увидел, и замахнулся топором, чтобы править ему голову, как мне кажется. Таким, богатырский замок. Тебе не кажется. А вот он стоял, получается, ко мне лицом, а ты стоял у него сзади. Мне так стало страшно за человека, что я ему свой щит положил на затылок, чтобы его глаза просто на меня не выпали от этого удара. Выпали? Нет, то есть я от человека спас жизнь. Он упал после этого, конечно. Максим, это был бы ему хорошим уроком, к сожалению. Очень сложно сводить урок, если ты умер. Погласен. Поэтому смотри, куда я ударил по голове, что у него бывает шлем. А если бы я ударил его плечо и рассек бы его от плеча до задницы, это же было бы хуже. Я прикрыл его надежно. Я его могу уголоть. Но мысль такая, что при нынешнем уровне ИСБ со всеми этими комитетами маршальскими, допусками доспехов, маршалами в поле, это можно устроить достаточно безопасно. Пусть, говорит, комитет разбирается. У вас, говорит, еще пять покойников. Срочно, говорит, присылайте комитет. Зачем ты сейчас это все говоришь? Они не захотят приходить. Да, конечно, не захотят, я же пугаю, я же дурачок. Не, ну, вообще серьезно, то есть при нынешнем уровне это можно откроить абсолютно безопасно. Допускать тебя и еще человек. Не надо говорить слово абсолютно безопасно, это глупое слово, Максим. Хорошо, минимизировать риски. Окей? Это просто другое, это очень интересно, вот и все. Мне, вот меня ты сейчас убедил. Все. Я старался. Давай напишем петицию, хотим 50 на 50 колючек. Объявим набор, кто готов войти в пятерку, в пятидесятку каких-нибудь, не знаю, смертельных сайдиков апокалипсиса. Идущие на смерть приветствуют. Да, идеально же. Давай, чем закрываешь этот камер. Да, молодец, спасибо. В общем, ребята, напишите в комментариях. Ребята, кто готов, напишите в комментариях, сколько можно. Напишите в комментариях, то есть, вам как кажется, нынешнее ИСБ доросло до того, чтобы провести номинацию массовую скоростью, и при этом, чтобы никто не умил. Я могу к следующей неделе набрать 10 человек. Я подул. И это не шутка. По своей воле. По своей воле. Они добровольно примут схему и уже ко вторнику будут готовы. Пускай они отпишутся в комментариях на эту тему. Что еще сказать? На самом деле, это правда круто, серьезно. Есть же люди, которые занимаются living history на пятнаху. Да, они гладят друг друга этими копьями. Они сейчас себе заказывали всяких резиновых копий, чтобы, как они говорят, не портить доспехи. Но мы-то знаем, что делаем. Почему эти доспехи? Резиновые копии – это чтобы не портить человека. А чтобы не портить доспехи, нужны вообще никакие копии. Правильно? Поэтому вот они обсуждают, причем я на полном серьезе слышал, говорят, ну вот мы используем резиновые полоксы, потому что это не портит доспехи. И вот, слушай, тот человек, который это придумал, это классно. Они просто такие, давай, что-нибудь скажем такое, чтобы было похоже, что мы не боимся. А это, как ты сказал, максимально безопасно. Минимизирует риски. Да, вот, минимизирует. Вот так. Давайте будем использовать резиновые полоксы, чтобы это максимально минимизировало риски порчи доспеха. Оба. Красиво. Любой подпишется. И вроде как исчезти вышли из этого всего. Правильно? Так вот, чтобы минимизировать риски порчи всего. Так вот, секундные. Да. Можно вполне использовать то, что сейчас в СБ. Все кромки закруглены, все шила отрезаны и, блин, просто запилены по огромным радиусам. Поэтому можно использовать линько. Защита лица и все. Уколы клинком тоже, допустим. В первую очередь. Я не знаю, насколько будет эффективен укол клинком. Ну, серьезно. На ближнюю дистанцию. Ну, появится полуторный меч точно сразу появится. Появится двуручный меч однозначно. То есть, это прям точно. Я могу сказать, что, например, вот честно, без шуток. Уйдет борьба. То есть, знаешь, всех же бесит в СБ борьба. Подожди, подожди. Вот я честно скажу. Вот я, как человек, который занимается солибарды, могу сказать, мне солибарды будет очень сложно противостоять человеку с мечом полуторным и двуручным. Потому что все блоки он берет быстрее, чем алибардист. Ну, потому что у него более отлегкая штука. А в ближней бой он меня просто пронзит. Горя, еще вспомним, да, что почти все, кому не нравится СБ, оно не нравится из-за борьбы. Еще и борьбы уристаллища. Очень тяжело, наверное, бороться уристаллища, а тебя совсем вторым тыкуют копьями. То есть, ты сейчас намекаешь на то, что люди из 15 века реконструкции захочат поучаствовать в нашем мероприятии? Вряд ли, Максим. Но попытка хороша. Хорошая, говорит, попытка. А почему? Они не будут с тобой, ты знаешь почему? Потому что они от красивой одежды. Чтобы с ними срываться, должны быть красивой одежды. И герб, и люди, которые носят твой плащ, и шатер, и еще какие-нибудь дамы, которые должны одобрить твой внешний вид. И ты должен быть достаточно куртуазин. Как это может быть куртуазин с таким монгольским лицом? Все. Все. Ни по одному пункту ты не проходишь. Даже если ты затыкаешь их, затыкаешь их, суд дам признает тебя дисклифицированным. Ну, кстати, вот за это я бы мог поспорить суд дам, возможно, пересмотрит это решение. Возможно, тебе придется совершенно другие действия предпринимать, чтобы победить их. Вначале заранее ублажить суд дам, а потом уже... Я могу быть твоим, пожон, носить за тобой плащ и кого-либо там докалывать. Плащ. Боже, у меня нет плаща. Я же строю плащ. Просто два нищеброда, блин, что поделать? Господи, да. Ладно, устроим свою тусуку. Начнем с плаща, Макс. Суд дам. Суд дам. У тебя, говорит, на этой неделе. Суд дам. Ой, господи, помню. Смешно срелось. Ты же, Фаша, там угрозы. Я просто считаю... Это совсем другой мир, Максим. Это требует более сложный подготовки. Понимаешь? Ты не должен просто хорошо... Ну, я все еще про суд дам. Да, ты должен... Да, это про все. То есть ты должен быть... С другой стороны, как тяжело, смотри. Какая должна быть подготовка серьезная к этому всему. Не, в общем, если без шуток, нужно возвращать массовые ламинации с уколами. И уйдет все, и появится... Слушай, на самом деле, выглядит так, что уколы – это универсальный рецепт, чтобы все были довольны. Не было борьбы и дурацких маленьких штук. Вам не нравится борьба – ведите уколы. Вам не нравится, что люди висят на бортах – ведите уколы. Кстати, да, реально, человек висит на борт – раз его, и все, он больше не висит. Прямо вообще не хочется, да. Нет. Вам хочется красивых фланговых обходов, манеров – ведите уколы. Хочется, не хочешь, чтобы один герой прорывался, и там, типа, такой стоял, держал троих. Все, один кончик. Блин, это же звучит, как… Панацея. Панацея. А ты вакцинирован? Конечно, я еще хочу… Ты укололся. Я хочу еще и ревакцинироваться уже. Слушай, ладно, мне кажется, в общем, на этом нужно эту идею завершать. Как скажешь. Типа, круто же мы с тобой сейчас. Ты меня ловко убедил, я не понял, я пересмотрю видео, и найду тот момент, где ты на меня каким-то хитрым воздействием, но теперь я тоже думаю, что нужно ввести массы. Это электромагнитные поля, ты бы… Ты просто сидишь под электромагнитные поля. Теперь я тоже думаю, что нужно вводить массовую номинацию с уколами, что и СБ до этого доросло. Я считаю, что абсолютно. Сделаем массовые бои великими опять. Я абсолютно согласен с тобой. И более того, знаешь, как вот, ну, предположим, предположим, я сейчас… Черт, блин, подожди, 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 у меня просто какой-то катарсик. Блин, это же ответ на все вопросы. Давайте лирическое отступление. Хотите смешное лирическое отступление? А ты умеешь смешно? Да, давайте, смотри, отдельно. Смешное лирическое отступление. Смотрите, есть такая игра про танчики. Не буду говорить название, чтобы не рекламировать, да? Мир чего-то там, да? Ну, все и так знают. Нет, нет. Есть другая? Нет, другая есть. Окей. Вот. И, короче, там, например, есть бои аркадные, где ты выезжаешь на поле, и танки врага видны. Ты такой, вот ты в этого, пи-пи-пи, а теперь вот в этого. Как бы они не прятались, какие бы кустики на себя не нацеливали, ты их видишь и стреляешь. Кустики бесполезны. А есть бои и реалистичные. Ты такой едешь, и вдруг с тысячи метров, где-то там в кустиках, что-то стрельнуло и оторвал тебе башню нахрен. Вот это будут нормальные бои с уколами. А вот эти вот, это без уколов. Хоба. Классно. Вот такие вот дела, друзья. Напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Убедил ли Алексей вас тоже? Конечно, убедил. Потому что я, честно говоря, тебе вот в эту камеру смотрю. Конечно, убедил. Я, честно говоря, не помню, как это произошло. Но, по-моему, вообще звучит классно, да? Массовые номинации с уколами. Спасибо, Леха. Не более страшно, чем без уколов. Спасибо, Леха. Было классно. Приходите еще. Я, говорит, дам вам длинную пику. Пока, друзья. Что, мы снимем одну байку-то? Да. Ну, идеально. Все, снимем байку? Да. Снимем байку. Параноидальная. Так, а кончик она крустит. Вторая камера пишет. Диман, что с тобой, Диман? Это нервы все в порядке. Я не вообще отнимаю. Пес. Собака такая красивая, а? Ее, правда, неотможешь снимать, она черная. Ее, вот, как на снегу можно пасть. Там было рядов 16 с каждой стороны. То есть, первые пока дерутся, последние еще могли шлема не надеть. Нет, нет, нет. Все одевали шлема одновременно, но просто пока дрались первые, вторые, третьи, люди менялись, подходила ротация. Там, строение немножко поролавливали. Можно остановить на секунду? Сейчас собаку отпустим. Все нормально? Светлана, надо собаку отпустить, она скулит, воет и вообще. Все, все, сейчас. Стой, стоп. Так. Иди, все, гуляй, гуляй. Хорошо. Дай мобильный шторки, люди приехали, не общались. Вроде, причем, только что были нормальные люди. Да. Все тусили втроем. А тут скурвились так, буквально за секунду. Точно. Включили камеру, делали, что не знаю, теперь не ваше.